Соответственно, когда вы получили SD-карту с прошивкой и у вас магнитола включена, то есть у вас здесь все будет на японском языке, у меня такая голова есть, то есть она сейчас европейская, у вас все будет на японском языке. То есть самое основное, чтобы у вас магнитола была включена. Следующим этапом убедитесь, что у вас при нажатии на боковые кнопки, там, мап, радио и все остальное у вас реагирует зумер. То есть при нажатии на кнопку у вас издается сигнал. Данная операция по прошивке очень похожа на получение дат файла, то есть который мы архив вам высылали и все остальное. Соответственно, на оригинальном японском меню, то есть заходим в меню диагностики. То есть нажимаем три раза на кнопку мап, раз, два, три и, соответственно, на выключение-включение звука, раз, два и один раз на карту. Вот, с первого раза может не получиться, главное убедитесь, что у вас звук написан вот здесь аудио офф. Еще раз нажимаем три раза на кнопку мап, два раза на кнопку выключения-включение звука и один раз на кнопку мап. Раз, два, три, раз, два, раз. Вот, с тестом мы зашли в меню диагностики. У вас будет все полностью на японском языке. То есть, опять же, повторюсь, это примерно операция похожа на получение дат файла с головного устройства. Мы заходим во второй пункт меню, то есть у вас это все на японском языке будет. Заходим во второй пункт меню, переводим нашу вот эту риску на нижнее положение. Когда вы получали дат файл, вы нажимали на меню. Там был треугольничек такой незаконченный. И у вас появлялось такое окно с кнопками ОК и справа была японская надпись какая-то. В моем случае это Software Update. Соответственно, вы нажимаете на треугольничек. Я нажимаю на Software Update. Нажимаем на него. Вот про это окошко я говорил. То есть, у вас здесь будет на японском языке, а с левой стороны будет ОК. Мы нажимаем на ОК и, соответственно, у вас должен появиться черный кран с белыми японскими символами. У меня сейчас немножко появится другое. Нажимаем на ОК и открываем монитор. В правой стороне у нас стоит оригинальная SD-карта. Вытаскиваем оригинальную SD-карту и вставляем ту, которую мы прислали. Монитор у нас открыт. И последующая, когда вы поменяли SD-карту на нашу, не закрывая монитор, кнопкой Start-Stop все выключаем. И когда у нас, соответственно, монитор закроется автоматически, вы включаете кнопку Start-Stop. И у вас с левой стороны сверху пойдет прошивка. Первая прошивка будет на 9000 файлов. Это буквально займет минут 5. Может быть, даже меньше. И магнитола сама напишет, что ей нужно перезагрузиться. Соответственно, вы нажимаете на кнопку Start-Stop, все выключаете и потом снова включаете. То есть у вас пойдет второй акт этой прошивки. То есть у вас там будет на 80000 файлов. То есть по времени это минут 20-25. То есть все это время ждем, ничего не выключаем, просто сидим ждем. Дальше у вас магнитола также попросит перезагрузиться. То есть у вас там будет, снизу примерно, где строчка оранжевая, вы помните, написано то, что он off. То есть прошивка закончена. Включите, выключите магнитола. Вот, дальше вы, когда это все сделали, у вас перезагрузится магнитола, и у вас все будет на английском языке. То есть, ну, вот как сейчас. Дальше вы заходите в меню, то есть это под кнопкой навигации, вторая вот эта вот кнопка. Нажимаем на меню, Setting, Order и Language. Нажимаем сюда. И здесь, соответственно, выбираем русский язык. То есть нажали на нее, и у вас будет довольно-таки долго вот это меню присвоит. Это меню ждать не надо, то есть вы нажимаете на любую кнопку, и у вас, соответственно, все будет на русском языке. Как-то так.